приветствую вас друзья с вами варчик создал новый аккаунт чтобы порадовать вас новым контентом было что интересно посмотреть на стримах заодно посмотреть как там новички поживают легко вливаться в игру или же вообще невозможно начать что там происходит на низких уровнях обучение для новичков все ли хорошо по ресурсам можно ли играть без доната или нужно только донатить чтобы все это понять нужно попробовать и время от времени я пробую смотрю что там происходит чтобы было мне понятно я мог вам про это все рассказать свои мысли также отвечу на вопросы которые некоторые люди задавали уже нет меня не забанили основной аккаунт живой с ним все хорошо все танки там на месте аккаунт на месте никакой бан ни за что я не получал я не нарушал ни правила игры никогда не играл с читами и модами почти редко когда пользуюсь это некоторыми которые практически ни на что не влияют в основном они для того чтобы вы на стриме что-то там видели и все по сути моды не нужны чтобы играть хорошо в эту игру в игре уже все в принципе есть на экране вы видите бой 3 уровня экипаж 75 процентов не лампочек не перков ничего там нет в общем не важно что хочется сказать про низкие уровни во первых там очень мало игроков даже песочных нагибаторов видимо особо то уже и нет какого-то разделения новички не новички я не заметил поскольку против меня кидала челиков у которых по 10 по 20 тысяч боев играли они конечно максимально ужасно но боевым них было прилично то есть какого-то жесткого разделения что я играю только прям с новичками я не заметил у меня на этом аккаунте сыграно всего лишь 7 боев 7 побед я докачался до 5 уровня свободки вначале дают прилично и можно некоторые танки либо вывести в топ либо даже пропустить я допустим начал свою игру с третьего левела и даже на третьем уровне меня все равно не отпустили проблемы балансировщика поскольку ему было тяжело собирать бои там не из кого их собирать бои собирались по 11 по 13 человек на команду они 15 на 15 как задумывалась изначальной игрой плюс еще ожидания по одной по две минуты причем я играл не ночью там не утром я играл вечером в пик онлайна на сервере только на том на котором я был на седьмом было 40 тысяч онлайна ибо и еле-еле собирались с трудом что было бы если бы я играл и 1 и 2 уровень я вообще не знаю наверно вряд ли бы в бой попал это первая проблема вторая это прохождение обучения видно что очередной раз его изменили его пытались улучшить добавили туда кучу нововведений там есть и теперь видео какие-то построены на реплеях в которых показана та или иная механика какие пользоваться чтобы новичку было понятнее это вроде бы хорошо но что плохо во первых когда ты начинаешь новый аккаунт и попадаешь в эту вот начальную тренировку у тебя недоступна в меню настройка ты ничего толком настроить не можешь в начале а потом пройдя пару этапов настройки тебе становятся доступны но не все в них можно менять зачем так сделано я не понимаю во первых игра в начале настроена неправильно там много нужных вещей выключена настроена неправильно если с такими настройками играть будет неудобно и не видно нужной важной инфы которая нужна во время боя а настроить и поменять ты и не можешь а если и можешь что не сразу после того как пройдешь всю тренировку только потом уже все настройки станут доступны на мой взгляд я не понимаю зачем так сделано это раз а второе почему уже 2022 год а настройки до сих пор изначально настроены плохо неправильно и не так как нужно для хорошей игры и много нужных функций просто выключены а я вам скажу так что многие игроки которые начинают в какие-то игры играть и они не задроты и не посвящают свою жизнь каким-то там играм они в основном то настройки вообще не открывают а им мало того что нужно открыть настройки им еще и нужно понять что в них нужно что-то включить еще и не просто включить а правильно включить чтобы нужные вещи было видно которые необходимы для того чтобы понимать что происходит в бою еще и где она там находится там 300 вкладок в каждой вкладке 30 листов неведомых галочек ползунков я думаю что новичку вообще это непонятно она на мой взгляд должно быть изначально настроена правильно и хорошо почти у всех статистов и хорошо играющих людей примерно основные настройки включены одни и те же и они кардинально отличаются от базовых настроек новичков которые только скачали игру это жесткий косяк и 3 огромный косяк это сами тактики это что преподносится в этих обучалках и в первом обучении которое сразу запускается как только игру первый раз заходишь и потом в режиме топография где ты карты типа изучаешь по этим режимом понятно что людям в голову вбиваются такие вещи про тактику и про стиль игры это что нужно делать в бою который не позволит вам никогда в жизни играть нормально и правильно во первых в первой обучалке обучают тому чего нет в боях такого нет вообще не каких-то проездов там вдоль деревьев не существует врага на тяжи который просто неуязвимый и тебе надо посреди поля базу брать между двумя камнями то нету в игре двух камней на базе многие едут захватывать базы они в открытых полях и они просто сливаются в нули но не участвуя в бою потому что им так в тренировке сразу объяснили вон база едь бери потом вот этот замечательный режим топография 10 лет люди едут на карте линия маннергейма по центру по полю на флаг для тяжей поджимаются под скалу которая расстреливается с балкончика вражеского и потом враги еще подъезжают сбоку с воды от башни выезжают тоже вас убивают и вы в перекрестном там сливаетесь но в режиме топография рассказывают что туда и нужно ехать по тем местам и точкам в этом режиме куда нашлют мы едем по самому неправильному маршруту в самую ужасную точку самую плохую позицию на карте где мы мало того что мы там если доедем чудом хотя вряд ли туда доедешь потому что ты по полю будешь ехать и умирать а если даже каким-то чудом доедешь что там ты будешь в перекрестном умирать видно что разработчики не хотят обучать игроков не хотят им правильные настройки давать не хотят их обучать правильным механиком что нужно делать в бою о чем думать как правильно играть и куда ехать в режиме топография вы не поймете куда нужно ехать по карте чтобы сыграть хорошо наоборот чаще всего в топографии показаны те места где вы скорее всего в нулище сольетесь не повлияв на бой вообще и такими маршрутами по карте очень многие ездят и сливаются часто причем прикол в том что они без режима топография так ездили разработчикам не нужны умеющие играть игроки я так подозреваю поскольку это убивает некоторые вещи во первых если вы все-таки решили играть хорошо то вы дойдете до всего сами у вас этот процесс растянется для разрабов это хорошо ну и вам будет приятнее когда вы до всего дойдете сами это будет опыт намного ценнее также при огромном количестве плохо играющих игроков новичкам и рачкам всяким и людям которые сделали перерыв им легче будет вернуться но с другой стороны им будет сложнее вернуться поскольку они тоже ничего не могут и не умеют поскольку они насмотрелись вот это вот неправильного обучения и тоже ничего не умеют с одной стороны типа должно быть легче с другой стороны как может быть легче если он ничего не может не знает не умеет и все неправильно настроена поэтому в В этой игре ко всему нужно прийти самому, а все эти обучалки нужны только для одного, чтобы вначале на пустом аккаунте получить бесплатно те или иные ресурсы, которые вам помогут что-то купить или что-то прокачать. А настоящие реальные гайды и обучение можно найти только на стримах, в видосиках, которые делают умеющие играть игроки. Все. Вот и все, что я хотел рассказать про то, как быть новичком в игре World of Tanks. По сути вы просто брошенный, никому не нужный, ничего не умеющий, не знающий игрок, который должен сам разобраться во всем этом непонятном. И если вы подумаете, что игровое обучение и настройки правильно обучают и правильно настроены, то вы можете сыграть в эту игру и 100 тысяч боев и так и не понял, что вы все делаете неправильно. С вами был Варчик, играйте красиво, пишите свое мнение в комментариях, что вы об этом думаете. Всем пока.